Здравствуйте, уважаемые садоводы! Рассада считается первым и самым важным этапом в возделывании огурцов. В этот период большое значение имеют световой и тепловой режимы, а также обеспечены с питательными веществами. При нормальном развитии, через 2 недели саженцы практически исчерпывают все питание, заложенное в субстрат. Вот именно поэтому рассаде требуются подкормки. В домашних условиях тоненькие сходы начинают обхаживать с появлением одного или двух настоящих листиков. Некоторые садоводы кормят рассаду огурцов покупными средствами по типу мочевины и нитрофоски, но я настоятельно не рекомендую этого делать. Лучше всего воспользоваться натуральными подкормками в это время. Например, обыкновенные пекарские дрожжи содержат в себе много полезных микроорганизмов, которые наделены способностью разлагать органические соединения в более простые вещества, которые доступны для питания растений. Практика показала, что внесение дрожжей под огуречную рассаду отлично стимулирует укоренение сеянцев и способствует росту их и развитию. Для этого разводим 10 граммов сухих дрожжей в 3-х литровой банке и добавляем 1 столовую ложку сахара, затем настаиваем сутки. Поливаем под корень по 5 столовых ложек под каждый огурчик после полива. Следующая натуральная подкормка йод, а точнее раствор йода. Его применяют в следующих случаях. Для профилактики от инфекции и применения в качестве удобрения. Применять йод для подкормок огурцов разрешается на всех фазах развития. Для подкормки разведите в 1 литре воды 4 капли йода, поливать по 3 столовые ложки под корень. Древесная зола тоже относится к натуральным подкормкам. Наверное, все знают, как огурцы любят золу. Древесная зола богата калием и фосфором. Так вот, в 3 литрах горячей воды разведите 1 стакан золы и настаивайте состав 24 часа. И напоследок луковая шелуха. Также одно из самых действенных натуральных удобрений для огурцов. Для приготовления шелуху от 5 луковиц замочите в 1 литре воды. Выдерживаем такой состав 3 дня. Подкормка осуществляется под корень после полива. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!